В прямом эфире репортера новости в студии Григорий Блайда. Здравствуйте. Верховная Рада почти в пять утра приняла государственный бюджет на 2017 год. За это отдали свои голоса 274 нардепа. Главную финансовую смету страны поддержали все фракции, кроме Батькивщины, самопомощи и оппозиционного блока. В новом проекте госбюджета на грядущий год предусмотрены доходы на уровне 721 миллиарда гривен, расходы 790 миллиардов гривен, предельный уровень дефицита 77,5 миллиардов гривен, предельный объем государственного долга почти 23 триллиона гривен. В проекте госбюджета правительство заложило 3% роста ВВП в течение следующего года, инфляция на уровне 8, уровень безработицы чуть более 8%, а также заложено повышение уровня минимальной зарплаты до 3200 гривен уже с 1 января. Прожиточный минимум на человека в расчете на месяц устанавливается в размере 1544 гривен, также с 1 января. Бюджет рассчитан исходя из курса доллара 27 гривен 20 копеек. Это страна в 2017 рік. После этого, я думаю, всем понятно, как такий бюджет будет выполняться. Шановные дорогие друзья, я хочу подкрасить, что это людоцентрический бюджет. Мы обеспечиваем выдатки обороны. Мы будем будувати масштаб на дороге. Мы будем поддерживать аграрный сектор. А это и есть главное голосование. С выставками комитета, с техническими правками. Решение принято. Мы сфорили бюджет на следующий год. В конкурсе на должность губернатора Одесской области победил директор госпредприятия полиграф комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг Максим Степанов. По итогам трех туров он набрал наибольшее количество баллов. Более подробно о том, кто же такой Максим Степанов в нашем небольшом досье. Максим Степанов родился 18 августа 1975 года в Сковородино Амурской области. В 1998 году окончил Донецкий государственный медицинский университет имени Максима Горького. В 2004 году Киевский национальный экономический университет по специальности международная экономика. В 1990-1992 годах работал санитаром в больнице. С 1998 по 1999 исполнительный директор энергосервис АТ. С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК торговый дом газ Украины НАК «Нафтогаз Украины». С 2001 по 2003 год заместитель генерального директора ЗАО промышленно-финансовая компания «Вечи». В 2003-2004 годах был заместителем председателя государственной налоговой администрации Украины. В 2004-2008 годах глава совета директоров ООО «Республиканский правовой союз». С 2008 и до весны 2010 года Максим Степанов занимал должность первого заместителя губернатора Николая Сердюка. В декабре 2011 года Степанова назначили директором полиграф-комбината «Украина». Ну и свое мнение о победителе конкурса уже высказали одесские эксперты. Выглядел он весьма уверенно. Тут однозначно можно сказать, что он, ну, в общем-то, плюс-минус владел ситуацией в регионе. Со стороны казалось, что он явно подготовлен к задаваемым вопросам. То есть видно было, что человека готовили специально. Результаты конкурса были решены еще примерно 2-3 недели назад, когда Степанов подал документы на этот конкурс. Он бы не подавал, если бы к тому времени не было договоренности о национализации привата и о том, что взамен на эту приватизацию, как маленькая часть расчетов, Коломойский получит политические гарантии своих бизнес-интересов. И поскольку ему не могут отдать Днепропетровскую область, по-видимому, то единственной возможной гарантией будет его контроль политически над Одесской областью. И, соответственно, победить должен Степанов. Что это человек-конформист. То есть закрытый, кабинетный, тихий чиновник, малоинициативный, не волевой, не человек эпатажный, как был Саакашвили. Это полная противоположность Саакашвили. Случаи заболевания гриппом и ОРВИ в Одессе участились 12 декабря. Особенно тенденция проявилась в последние дни. В сутки стало поступать в больницы от 35 до 40 человек. Почти у всех диагностируется грипп и ларинготрахеид. По данным Одесской господпотребслужбы, за последнюю неделю в городе заболели 6349 человек. Это на 32% выше уровня заболеваемости, чем на прошлой неделе. Из них 4333 дети до 14 лет. Заболеваемость в этой возрастной группе выросла на 28% по сравнению с прошлой неделей. Прирост мы регистрируем заболеваемости во всех возрастных группах, но превалирует. Подростки 15-17 лет прирост на 58%, дети 10-14 лет прирост на 47%, и взрослый прирост на 35%. Сейчас в связи с участившимися случаями заболевания гриппом учебный процесс прекращен в 71 классе 14 школ города. Врачи рекомендуют гражданам не заниматься самолечением, а сразу же при первых же симптомах обращаться за помощью к врачам. Смертельное ДТП произошло на генерала Петрова на нерегулируемом пешеходном переходе. Погиб 8-летний мальчик. Водитель попытался скрыться с места преступления, протащив малыша по дороге около 30 метров. Его задержали сотрудники патрульной полиции, когда тот пытался скрыться через дворы многоэтажек. Медики прибыли на место аварии спустя считанные минуты, но, увы, спасти ребенка им не удалось. 19-летний водитель транспортного средства задержан. Также стоит отметить, что он был без водительских прав и взял чужую машину. При задержании он был в стрессовом состоянии, то есть пытался скрыться, то есть не совсем контролировал свои действия, однако сразу признался, что произошло, и вернули уже на место его происшествия, и началась работа со следствием. Соль всех автомобиля будет установлен по документам, то есть есть все документы, хозяин также есть, но отвечать за подобный проступок будет водитель. Молодой человек задержан, находится в ИВС, по данному факту информация внесена в единый реестр досудебных расследований, квалификация по статье 286 Уголовного кодекса Украины. Соседские войны в Крыжановке. В дежурную часть обратился 53-летний мужчина, который сообщил об огнестрельном ранении. Конфликт произошел между потерпевшими и нетрезвыми мужчинами, после того, как мужчина на автомобиле заехал в переулок. Нападавшие попросили водителя уехать, начали оскорблять его, а затем достали пистолет и выстрелили. Пострадавший получил ранение в бедро. Стрелок задержан, правоохранители установили, что он был ранее судим и является соседом пострадавшего. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. За указанным фактом распечатать криминальное проведение, за возниками правопорушения, передбаченными частинами 4 ст. 296 ККУ «Хуліганство». Санкция в статье «Породбача и ответственность в уголе для подзбавления воли» на строк в 3 до 7 років. На заседании по делу Грациотова выступили эксперты-криминалисты. Они озвучили данные, которые называли уже 6 лет тому назад. Вопрос звучал следующим образом. Могли ли быть причинены механические повреждения, имеющиеся на исследовательном объекте, ножом представлены на исследовании. Относительно длины раненого канала и длины предполагаемого применения вопросов не было. Но на этот вопрос вы как ответили? Не исключается. Эксперты просто подтвердили свои заключения, которые они давали, еще когда рассматривали это дело. Они сказали, что они просто не исключают произошедшее, не исключают, что это тот нож. Они ничего нового не внесли и ничего нового абсолютно не сказали. Зачем был нужен вызов этих экспертов, я не знаю. Я надеюсь, дальше новых экспертов вызывать не буду, потому что это просто трата времени пустая. Эксперты приходят и ничего сказать не могут абсолютно. Что же касается видео, где запечатлено, как избивают Грациотова и его спутницу, то, по словам суди, ролик, который есть в интернете, нечеткий, и он попросит следователя предоставить первую копию. Напомню, это дело рассматривают уже более шести лет. Сторона обвинения пытается доказать, что Грациотов превысил норму самозащиты, обороняя себя и свою девушку от хулиганов. Рана, которую он нанес, оказалась смертельной. Один раз дело уже закрывали в пользу Грациотова, но стороне обвинения удалось выиграть апелляцию. После года рассмотрения судья уволился, и вот теперь дело рассматривают уже заново. В следующий раз заседание состоится 29 декабря. Жители улиц Щеголева и Атамана Чепиги перекрыли проезд для фур возле Пересопского моста. По словам местных жителей, дальнобойщики устроили под окнами их домов стоянку, игнорируя запрещающие знаки. В ходе протеста люди перекрыли заезд фур с улицы Адария на улице Щеголева, а также проезд по улице Церковной в районе Атамана Чепиги. Настроены местные жители решительно и намерены перекрывать дорогу до тех пор, пока не решится проблема с дальнобойщиками. Эти фуры, во-первых, эти фуры, они постоянно здесь становятся, это же два ряда здесь становятся, в днем и ночью. Вот в этой ночи они где-то... Прогреваются, да? Разбиваются. Спать нельзя, невозможно. Уходите маленькие. Пристрелы люди все. Они же это не понимают. Они машины все время включены, вот в среду ночи было невозможно. А вообще выходите, им что-то говорите? Говорим, один человек понимает лучше, другой начинается шучить драку. Директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько приехал на место и заверил протестующих, что его ведомство о проблеме знает. Кроме того, он будет обращаться к патрульной полиции, чтобы та штрафовала водителей, нарушающих правила дорожного движения. Несмотря на неоднократное обращение жителей и неоднократные действия Андрея и Департамента транспорта, вы знаете, что мы еще летом испылили схему движения, встали в знаки, связывали всю схему движения с органами полиции, приняли такое же решение, легализировали эту схему на исполкоме. Тем не менее, в настоящий момент водителям и группам не выполняются такие элементарные правила дорожного движения. То есть, сегодня в Патрульске только что не говорилось о местных жителях Патрульске, не заел тот кошмар, который здесь происходит. Любопытно, что патрульные полицейские, которые прибыли по вызову, отказались штрафовать нарушителей без прямого указания своего руководства. В Килийском районе одесские пограничники обнаружили 120-килограммовую мертвую белугу. Двухметровая краснокнижная рыба лежала с распоротым животом. Ее обнаружили возле искусственного канала реки Дунай, где в то время рыбачил мужчина. Его задержали как подозреваемого. Рыбак свою причастность к вылову гигантской белуги отрицает. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Отмечу, что эта рыба занесена в международную красную книгу как вид, находящийся на грани уничтожения. И 23 декабря одесские исполнители подарят концерт малообеспеченным горожанам. Музыкальный праздник состоится в пятницу в 4 часа дня в Педагогическом университете. Организаторы концерта познакомят горожан с творчеством одесских талантов. Я пишу лирические песни, в том числе романсы, пишу о нашей жизни, о любви, о несправедливости, о предательстве. То есть те все ценности, которые испокон веков не меняются. Песня об Одессе у меня написана в стиле вальс-бастон. Я как-то шла по Дерибасовской, прогуливалась, смотрю, боже, какой замечательный, красивый город, черное море. Пришла домой, и сразу на строчку, как говорится, полились стихи. Я поняла, что это будет песня об Одессе. Хотелось бы, конечно, чтобы она чаще озвучивалась. На этом пока все. Оставайтесь с репортером. До встречи в следующем выпуске новостей. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...